здравствуйте друзья здесь демитков юрий продолжаю знакомить вас с интересными инструментами для инвестирования на этот раз но ты это инструмент для квалифицированных инвесторов но эти ноты очень-очень интересные они все из одного семейства это целых шесть нот но компания одни только разные условия вот и поэтому я предлагаю посмотреть всем не только квалифицированным инвесторам но и неквалифицированным потому что там есть очень-очень интересные новые условия которых я еще не рассказывал и так что это за ноты смотрите сейчас стремительно развиваются технологии и мы все уже привыкли давно к интернету там 3g мы уже привыкли к интернету 4g но на очереди поколения 5g это будет революция потому что 5g позволяет ну во первых увеличить скорость передачи данных значительно и во вторых это будет интернет вещей то есть планируется значительно расширить количество устройств которые будут иметь доступ в сеть в интернет и для но для тобой ими управлять это системы умный дом там дистанционного управления всякими приборами автопилоты и так далее и так далее и так далее то есть вы даже не представляете какие перспективы открываются так вот ну читаешь когда смотришь да это действительно так это удаленное управление какими-то системами технологическими процессами если можно поставить там где-то завод буквально он будет управляться автоматически вот и все это будет позволяться системой 5g что такое системы 5g за счет чего получается большая передача данных сигнал передается через эфир то есть через волны и весь вопрос в том как упаковать сигнал как упаковать сигнал в эти волны идет частотная модуляция и определенные частоты они позволяют нам кодировать сигнал в частотной модуляции вот и чем выше частота этого сигнала тем больше информации в него можно упаковать вот поэтому для того чтобы была высокая частота значит там нужно сказать специальное устройство которое генераторы этой высокой самой частоты вот но есть минус огромный у этих технологий высокочастотных да они позволяют передавать огромное количество информации с огромной скоростью но с другой стороны чем выше частота сигнала тем меньше диапазон ее распространения что это значит смотрите есть вышки вы знаете вы все их видите кругом которые ретранслируют сигналы это соты сотовая связь вот и что такое 4g 4g это значит вышек просто побольше понатыкали и там выше частота и там больше плотность информации вот 5g это в 10 раз выше плотность информации выше частота и соответственно количество вышек будет больше поэтому значит будет напичка на устройство которое но это будет не вышки а какие-то устройства которые ретранслируют этот сигнал их будет больше там во сколько-то раз сейчас мы это увидим вот то есть смотрите есть операторы вышек для которой на которых висят вот эти вот передатчики вот операторы вышек будут больше станций больше сот больше вышек значит на каждую вышку должна быть ретрансляторы производители этих ретрансляторов будут получать доходы а что такое ретрансляторы ретрансляторы это чипы чипы новые которые будут работать в новом частотном диапазоне ретрансляторы транслирующие и производители чипов тоже получат дополнительную прибыль вот что еще дальше идут я сказал интернет вещей это что такое управление какими-то сложными процессами удаленная а что это значит это значит что сейчас мы увидим это дело это микросхемы которые позволяют управлять целым процессом опрашивать какие-то датчики датчики скорости датчики температуры датчики давления и так далее так далее значит и на основании вот каждый раз там так пошел опрос значит на опрос матрица с ответами датчиков потом бамс на эту микросхему микросхема пошла послала ответ значит что либо система функционирует нормально либо что-то надо изменить вот поэтому вот все производители всех этих устройств ожидается что у них повысится соответственно производство повысится соответственно спрос на их продукцию и повысится их прибыль поэтому поэтому предполагается что эти компании будут расти вот что это за компании давайте смотреть во первых нота на три года дело в том что да все это начнет как бы вот уже в процессе тестирования еще не разработан даже стандарт он не зарегистрирован но две конкурирующие компании страны это китай и америка вот борются за это дело в данном случае идут американские компании исключительно вот значит купоны будут до 16 процентов годовых в валюте естественно условная защита от снижения и какие валюты доллары сша евро рубли и фунты на выбор потому что доллары сша сейчас многие говорят что доллар там трамп хочет ослабить можно в евро но многие говорят что евро тоже слабенькая можно фунтах пожалуйста потому что ну с англией вроде все решается и фунт уже упал ниже некуда соответственно дальше секрет ну а почему бы ему не вырасти вот ну и рубли потому что рубль тоже уже перестал падать инфляции нет у нас а доходность намного выше в рублях вот так ежеквартальные наблюдения базовые активы отобраны на основе рыночной экспертизы три года но это номер один отзывная нота на корзину компании а давайте отзывная нота на корзину компании срок три года валюта доллара сша минимальная сумма инвестирования 10 тысяч долларов фондовый рынок глобал базовые активы базовые активы у всех ноут будут одинаковые компания cisco компания qualcomm компания broadcom xilin skyworks solutions вот смотрите 5 компаний 5 обычно нота 3 4 но 5 это уже максимум компаний вот и так как это 5 компаний то придумали новый вариант новый интересный вариант которого еще не было вот я прямо сейчас вам о нем расскажу смотрите ставка купона 11 с половиной или двенадцать с половиной процентов годовых еще не решено потому что нота еще не запущена идет сейчас сбор заявок на подписку на эту ноту но вот то ставка купона она не определена но 11 с половиной тире двенадцать с половиной процента годовых валюте это немало друзья мои в долларах это немало вот периодичность купонных выплат ежеквартально защитный барьер 65 процентов с опцией мультичанс что такое опция мультичанс смотрите мы уже привыкли что есть ноты по которым если в базовом активе вот есть какие-то компании и если одна из этих акций упала ниже чем защитный барьер то мы получаем в конце по истечении срока действия этой ноты если она не закрылась раньше то мы по истечении срока действия этой ноты получаем бумаги самой плохой компании по той цене которую мы взяли а текущая цена ниже чем защитный барьер так вот здесь таких бумаг 2 то есть одновременно две компании должны опуститься ниже чем защитный барьер только тогда мы теряем то есть вот этот риск когда сразу две компании опустились ниже чем защитный барьер если только одна компания ниже защитного барьера то соответственно деньги возвращаются сто процентов а купоны те которые были получены они будут получены вот в чем дело купонный барьер 65 процентов с эффектом памяти что это значит это значит что мы будем получать вот те объявленные купоны которые нам объявлены одиннадцать с половиной двенадцать с половиной процентов годовых каждый квартал если все акции всех компаний находятся выше чем 65 процентов от той стоимости которая была на открытие данной ноты вот такие условия очень интересные мультичанс еще раз что такое мультичанс это если нота дожила до конца не была отозвана в самом в процессе за три года и если она дожила прожила три года то одновременно две компании должны быть ниже чем защитный барьер а барьер отзыва условия отзыва это сто процентов и падает на два процента каждый квартал что это значит это значит что если буквально через три месяца акции всех пяти компаний выросли но то закрывается мы получаем последний купонный барьер очередной купонный доход и соответственно все десять тысяч долларов назад на счет мы получаем мы получили доходность за период действия ноты 11 с половиной процента годовых и 12 половиной процента годовых и но то закрылась и это такие периоды наблюдения каждый квартал то есть если да и каждый квартал на два процента барьер отзыва падает то есть во втором квартале это девяносто восемь процентов от номинала в третьем квартале девяносто шесть процентов и так далее четыре квартала в год значит через три года двенадцать периодов наблюдений умножаем на два двадцать четыре процента то есть если даже самая худшая компания упадет ниже чем семьдесят сто минус двадцать четыре сколько минус семьдесят шесть до семидесяти шести процентов от первоначальной стоимости вернее выше чем семьдесят шесть процентов на первоначальной стоимости но это будет закрыта отозвана и соответственно все купоны получены вот такие условия то есть каждый раз планка снижается вот планка отзыва то есть скорее всего как правило такие ноты закрываются досрочно вот и второй вариант той же самые ноты 1.1 все то же самое но ставка купона пониже восемь с половиной процента годовых почему она пониже а потому что смотрите защитный барьер пониже 55 процентов но там нет опции multi chance то есть даже если одна компания упадет ниже чем 55 процентов первоначальной стоимости если но то доживет до три года то защитный барьер ниже поэтому здесь защита больше это с одной стороны а с другой стороны купонный боли барьер ноль купон гарантирован неважно как акции будут вести себя внутри периода даже если они в самом начале упадут то купонный барьер не будет пройден и ты течение трех лет то есть даже если вот через три месяца какая-то из компании накроется три года мы будем получать купон в размере восемь с половиной процента годовых в долларах но потом потом ноль потому что самая худшая компания вот такая вот это вот такие условия теперь дальше вариант номер два все то же самое но в евро в евро ставка купона восемь с половиной девять процента годовых в евро ставка все доходности как правило ниже вот она и здесь ниже в евро но 65 процентов с опцией multi chance и 65 процентов купонный барьер то же самое то есть все то же самое что в долларах но в евро в евро доходность по ниже восемь с половиной девять процентов вот и второй вариант в евро 2.1 смотрим на три года то же самое восемь с половиной процента годовых точно также купон гарантирован и защитный барьер 65 процентов по долларам 55 по евро 65 вот такие условия теперь дальше номер три в рублях та же самая нота сумма сопоставимая до 500 тысяч рублей 15 16 процентов годовых по рублю инфляция сейчас практически остановлена если рубль останется крепким есть все основания это ждать то 15 16 процентов годовых рублевый вариант намного интересней в процентном соотношении получается и те же самые 65 процентов с опцией multi chance и купонный барьер 65 процентов и барьер отзыва падает на 2 процента 100 процентов начальный и падает на два процента каждый квартал ну и последний вариант номер четыре это то же самое только в фунтах стерлингов фунтах у нас доходность ставка купона восемь с половиной девять с половиной процента годовых тоже все квартал ежеквартально multi chance и с эффектом памяти и тоже падает на два процента каждый квартал но дальше идет значит небольшое пояснение я по презентации прямо иду мне презентация предоставляет любезно брокерский дом открытия эти ноты в открытии вот теперь обзор базовых активов ноты циска но вот так она себе ведет кстати если вы попросите у меня то я по e-mail вам пришлю вот эту презентацию традиционно ну те кто прошел курс биржи для чайников знают мои контакты и значит либо в телеграме я могу скинуть смогу скинуть либо в личном сообщении там вконтакте и так далее так далее кто прошел биржу для чайников для тех пожалуйста я все это скину вот но здесь общая информация рыночной капитализации так далее все традиционно cisco systems одна из крупнейших в мире компаний специализирующих на производстве сетевого оборудования для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий осуществляет разработку маршрутизаторов коммутаторов систем видеосвязи и прочего сетевого оборудования ну то есть предполагается что сетевое оборудование должно соответствовать новым стандартам и соответственно компания cisco будет это все поставлять вот компания qualcomm один из ведущих производителей цифрового беспроводного коммуникационного оборудования смотрите вышек будет больше на каждой вышке стоит что передающие оборудование фирмы qualcomm вот понятно включая спутниковые базовые станции и так далее так далее то есть и на спутниках все qualcomm стоит broadcom объединенная компания broadcom и avago слияние произошло в 2016 году занимается разработкой широкой линейки полупроводниковой продукции для множества конечных рынков бизнеса вага сконцентрировался в основном на радиочастотных фильтрах и усилителях используемых смартфонах высокого класса таких как apple iphone и так далее так далее так далее то о чем я говорил значит система пакуется сильнее частота увеличивается для того чтобы декодировать этот сигнал нужны высокочастотные устройства которые чипы которые производит компания broadcom и этот чип должен стоять во всех устройствах приемных то есть apple iphone samsung и и в других и во всех интернет вещей тоже во всех устройствах будет стоять чипы которые лицензированы компаниями broadcom производиться они будут традиционно скорее всего в тайване xilinx является бессловным лидером в производстве дизайне программируемых пользователем вентильных матриц полупроводниковых устройств которые может быть сконфигурированы производителями или разработчикам после изготовления смотрите что это такое как я уже говорил значит смотрите микросхема поступает производителю какого-то оборудование микросхема стандартная абсолютно но оборудование новое и значит там в оборудовании поставили новые датчики значит который надо опрашивать и соответственно надо и обрабатывать эти сигналы сейчас не надо уже чип другой заказывать просто тот же самый чип его просто перепрограммируют и все чипы будут новые и количество этих чипов потому что интернет вещей потому что умный дом количество этих чипов будет увеличиваться соответственно спрос на них будет увеличиваться и так далее вот и основные производители этих чипов это компания xilinx и компания intel но xilinx больше по объему рынка за не моет вот и следующая компания skyworks solution это американская технологическая компания основным продуктом является полупроводниковые компоненты для использования в радиочастотных и мобильных системах связи коммутаторы и так далее и так далее ну в общем вот такие компании у нас присутствуют в этой в этих нотах вот более подробно вы можете почитать сами если запросите у меня эту презентацию в чате я ее наверное выложу в чате который чате инвесторов которые закончили курс биржа для чайников вот ну если вы еще не проходили этот курс биржа для чайников сейчас идет новый набор на курс биржа для чайников под данным видео вы тоже увидите ссылочку на сайт демитков юр точка ком где можно там есть предварительная запись и курс будет начат середины сентября где-то новый сейчас предварительная запись по очень очень привлекательным ценам если вы инвестор то вы прекрасно понимаете что богатые люди берут все дешево но в нужный момент времени вот сейчас как раз нужный момент времени когда можно приобретать ну как бы записаться на курс по 5 за 50 процентов от его окончательной стоимости поэтому ловите момент ну а на сегодня все спасибо за внимание поставьте пожалуйста лайк и до встречи с вами был демитков юрий